Следующая ситуация и следующая программа в этой категории – это командная работа. Сейчас большая часть работы проходит, конечно, удаленно, постоянно приходится с коллегами что-то обсуждать, и их нельзя уже позвать своему компьютеру, показать слайд на мониторе и сказать, что ты думаешь по этому поводу. Нужен какой-то инструмент обсуждения, инструмент общения, и желательно, конечно, чтобы он был сразу в связке с самим сервисом создания презентации. И так, у меня немножко сбилось название вот здесь вот. Это Google Slides. Если скачаете презентацию, потом обратите внимание, что здесь у меня вкралась ошибка, и на самом деле это сервис Google Slides. Именно его я считаю наиболее удобным для той ситуации, когда над презентацией я работаю с кем-то совместно. Условно говоря, три человека, каждый в своем городе, и нужно буквально за 2-3 ночи подготовить презентацию, которая устраивает всех участников и еще соответствует всем стандартам. Что конкретно насчет особенностей Google Slides? Во-первых, он доступен сам по себе. Если у вас телефон на Android, у вас есть мобильная версия, можно скачать его как отдельное приложение, редактировать прямо на телефоне. Если у вас есть Google Account, значит, у вас сразу есть доступ к Google Slides. И самое главное, эти презентации не занимают места на Google Диске. Любое количество их вы можете создавать, даже сами по себе довольно тяжелые файлы, и нет, они не будут отнимать драгоценное место в хранилище. На Google Slides очень мало готовых шаблонов. Если вы вообще собираетесь работать с макетами, именно вот такую потоковую работу, когда есть какое-то оформление, в Google Slides это делать, к сожалению, неудобно. Зато в него можно импортировать по PtX файлы, уже готовые какие-то презентации из PowerPoint. Здесь не так много настроек анимации, зато есть вектор среди форматов экспорта. Вы можете создать какую-то презентацию с элементами и скачать ее в хорошем качестве, когда можно увеличивать картинки, не теряя качества. Также презентации из Google Slides можно опубликовать в интернете или встроить на сайт. Для этого нужно найти как раз настройку опубликовать в вебе, опубликовать в интернете, и вы получите как раз код или ссылку, которая затем вставит на ваш сайт интерактивную и вставимую презентацию. Для кого подойдет эта ситуация? Если каждая презентация требует долгого и подробного обсуждения, то есть если у вас с коллегами такой действительный стиль работы, когда вы обсуждаете каждый слайд, каждую иллюстрацию и каждое предложение. Здесь это незаменимо, потому что вы можете комментировать слайды, комментировать какие-то элементы, упоминать людей, получать уведомления по электронной почте, сохранять все вот эти вот ветки обсуждения. И это, конечно, очень и очень здорово. Да, нажимайте на огонек, если себя узнаете. Если вам необходимо сохранять разные версии, потому что автоматическое сохранение в Google Slides работает прекрасно, и вы в любой момент можете вернуть ту версию, с которой вы выступали там два месяца назад. То есть найти эту версию, сохранить ее или сделать ее копию. И так же удобно, если вы постоянно обновляете, изменяете презентацию, например, добавляете туда вот новые иллюстрации, новые какие-то кейсы и примеры, то в Google Slides это делать как раз удобно за счет вот версии и бэкапов. Когда наоборот не подходит этот сервис, в нем, к сожалению, нет полноценных инструментов для дизайна, типографики и макетирования. Если вы как раз любите наводить красоту на слайдах, если вам важно, что вот этот шрифт должен быть на два кегля больше, чем вот этот вот шрифт, то этот инструмент, к сожалению, вам не подойдет. А Google Slides нацелен на простоту, на скорость и профессиональных инструментов дизайна в нем нет. Если вы работаете над слайдами в одиночку, вам ни с кем не нужно согласовывать, то тогда нет смысла лишать себя части функций ради удобства комментирования, проще выбрать какие-то другие сервисы. И если вы делаете интерактивные презентации, интерактивные упражнения, сложные мультипликационные анимации, то нет, Google Slides для вас не подходит. Как может выглядеть рабочее пространство на основе сервиса Google Slides? Это может быть мобильная версия, это может быть веб-версия. В нем не очень удобно работать с макетами, с графикой. Тоже графику нужно будет искать на отдельных сайтах. Мало инструментов работают над слайдами, зато хорошие варианты для экспорта. Вы можете добавить Google Slides в свою цепочку, например, выбрав в качестве основы PowerPoint, заканчивая работу над неанимированными презентациями без интерактивных элементов, вы скачиваете в формате по ПТХ и загружаете в Google Slides, а затем уже загруженную презентацию публикуете в интернете и вставляете кодом на свой сайт. То есть, в принципе, либо для обсуждения, либо как финальная точка для того, чтобы экспортировать особым образом вашу презентацию.